Привет! Это подкаст «А что после Путина?» и я, его ведущая, Регина Хисамова, редактор и Дели Реали, татаро-башкирской редакции «Радио Свобода». Распад России – миф или реальность? Проводила ли Россия колонизацию своих народов и территорий? Ожидать ли отделение регионов? И если да, то как это может выглядеть? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с историком, культурологом, профессором Центральноевропейского университета Вени Александром Эткиндом. Александр, добрый день. Добрый день, здравствуйте. В последнее время мы так часто слышим слово «колонизация». Не могли бы вы простыми словами объяснить нашим зрителям, что же это такое? Могу. Я этим занимаюсь типа полжизни, так что, наверное, у меня есть простые слова тоже. Колонизация – это когда одна страна завоевывает или занимает, или присоединяет другую страну в целях, обычно в целях наживы, ну или в каких-то других целях. Все это происходило тысячелетиями, начиная с древних греков и римлян, и кончая сегодняшним днем. В каких целях происходит вот этот захват и эксплуатация? Прежде всего, в целях наживы. То есть, в этих присоединенных территориях надеются найти золото, или слоновой кость, или уголь и так дальше, или нефть. Но не обязательно. То есть, во-первых, конечно, те, кто занимает эти новые территории, не знают, что они там найдут. Они только надеются найти там золото, но находят, допустим, серебро. Или бывает, что ничего не находят. Бывает, что это делается из любви к географическим открытиями, разного рода наукам. Действительно, для наук плохо колонизация была, да, дала большой толщок. Но такого рода колонизация была обычно недолговечной. Переходила и уходила. Если колонии были заняты ради экономической эксплуатации, то когда там ресурсы кончаются, или бывает, скорее, чаще, что ресурсы становятся больше не нужны, не востребованы, империи уходят из этих колоний. Просто уходят в освоясье. Так было практически со всеми империями, в конце концов. Бывает, что местное население, которое, так сказать, всегда существует, то есть колонизаторы часто пытаются представить, что там никого нету, что там, типа, пустое место. Но там всегда кто-то есть, и часто колонизаторы нуждаются в этих местных жителях для добычи меха, или слоновой кости, или уголь и так дальше, нужны шахтеры, или охотники. В конце концов, местное население обычно бунтует, восстает, и, так сказать, получается такое, ну, значит, что выгоднее остаться и подавлять, и держать там армию, флот, или уйти в освоясье. Обычно империя уходит в освоясье. Так было в 19-м веке, в 20-м веке. Но бывает и так, что империя держится там до последнего, а бывает так, что империя уходит в освоясье, как это было с Советским Союзом в 1991 году, когда он ушел из Украины, из Средней Азии и так дальше, из Кавказа, и из балтийских стран. А потом снова пытается вновь завоевать уже потерянное. Вот это особый вид колониализма или империализма. Все равно это империализм, но особого вида. И я это называю простым словом реваншизм. Я думаю, что вот эта категория или этот вид гораздо более общего понятия вас на самом деле интересует. Александр, смотрите, в России не принято использовать слово колонизация применительно к политике страны в отношении, скажем, поволжских народов. Как вы думаете, почему такое происходит? Потому что Россия очень плохо знает свою историю, или точнее та история, которую Россия, ну Россия как государство, общество знает, я думаю, так сказать. А вот государство пытается постоянно, каждые 10 лет примерно это происходит по-новому, государство переписывает российскую историю. Смотрите, пополжские земли были заняты Российской империей, и там действительно были местные населения, которые было довольно трудно составить, платить налоги или как-то сотрудничать с далекими петербургскими властями. Тогда Российская империя завезла туда немцев или других европейцев, но большей частью действительно это были люди из германских земелей. Они прямо так назывались колонисты. Их так называли в Петербурге, их так называли во всей Европе волжские колонисты или немцы-колонисты. И так их называли еще 2 или 3 столетия потом. Потом с этими немцами-колонистами происходили всякие ужасные события. Их, ну, нельзя сказать, что их доколонизировали, их просто уничтожили большей частью, так сказать, это происходило уже в XX веке. С другой стороны, российская историческая наука, историография, как она существовала в XIX веке, там были великие историки, например, Василий Ключевский и другие историки, его учителя и ученики, очень охотно использовали слово колонизация, потому что в XIX веке оно не считалось зазорным или даже позорным, как это произошло, как-то стали считать в XX веке и сегодня еще тем более так считают. Для Ключевского или для его учителя Соловьева, или для его учеников, таких как Покровский, почему же я могу многое на самом деле имен назвать, вот эта идея того, что Россия колонизовала свои внутренние территории, территории, которые потом стали внутренними, а сначала их надо было оккупировать, присоединить, эксплуатировать там все, значит, подавить местное население. И, в общем, это долгое время рассматривалось, как знать, прогресс. А тем занималась и Британская империя, и Французская империя, тем занимались все. Ну, так сказать, как раз в те времена, в XIX веке, все эти империи уходили бы своясь. Александр, я замечу, что даже в вашей книге «Внутренние колонизации» много примеров о том, что русские могли впитывать часть местной культуры тех народов, рядом с которыми они жили, и они, в отличие, например, от татар, были крепостными. У вас в книге очень много справок, очень много отсылок к другим авторам, например, к Хомякову, славянофилу, который довольно открыто пишет о том, что русские не могли, например, так хорошо, как местное население, повлиять на них, ну, то есть формально колонизировать. Вот эти все такие цитаты и такие обращения к этому, не считаете ли вы это попыткой оправдать колонизацию или сделать ее более безобидной? Ну, Хомяков, наверное, действительно оправдал колонизацию. Он, кстати, был славянофилом и пансловистом, и все такое, и можно вполне считать его империалистом. Справедливо. Я думаю, даже он с этим согласился бы. Он писал большие такие сочинения о переселении народов и, так сказать, не видел вот большой проблемы. Ну, в целом, как бы, история, ну, что она, как есть, так есть. Ну, например, российские солдаты или казаки, которые, в счастье, шли из тех частей российской оперы, которую мы бы сегодня назвали Украиной, например, ну, из других частей. Солдаты и казаки, и потом, значит, купцы и чиновники, например, они вот осваивали эту огромную Сибирь. Зачем они это делали? Для того, чтобы найти там что-то. Значит, надеялись найти золото, там другие металлы, нашли соболей. Стали охотиться, значит, больших, ну, гигантских, стали, значит, ловить этих соболей. Для этого им нужны были местные технологии, как ставить капканы, как там не испортить шкурки. Это русские не умели. Это умели, значит, местные жители, которых, ну, было не так уж много, но, тем не менее, по всей Сибири было очень, прям очень много. И некоторые, значит, шли на сотрудничество, некоторые только под угрозой силы или под прямым насилием, значит, поставляли эти бесценные шкурки, которые потом Российская империя, или сначала это Московское княжество было, царство Российской империи, значит, вывозил эти шкурки, как сегодня вывозят нефть из той же самой Сибири, на Запад, а иногда и в Китай. Ну, естественно, да, там они продавались, эти шкурки за, значит, должное количество серебра или золота, эти деньги не возвращались в Сибирь, они возвращались обратно, ну, как обратно, вообще-то не обратно, они шли в Москву или Петербург, как это и сейчас происходит, совсем не обратно. Ну вот, так что такое наблюдение, которое действительно у нас есть множество, для этого примеров того, что, ну, захватчики, колонизаторы учились у местных племен и народов, жителей, и налаживали, при этом, где на насилие, значит, принося жертвы и так дальше, налаживали определенное сотрудничество с местными людьми, ну да, это, конечно, было. А важно сказать, для чего, и, так сказать, кому это было выгодно. Выгодно это было имперским центром. Александр, я почему вспомнила про Хомякова, я просто вчера пролистывала вашу книгу и видела как раз-таки цитату, которую вы указали, цитату Хомякова о том, что, например, ни один американец в Соединенных Штатах не говорит языком краснокожих. В продолжение отсылки Хомякова к США, я хотела вас спросить, вот, например, в США проводится в июле традиционно неделя порабощенных народов. Это ежегодный комплекс массовых мероприятий, изначально направленных на привлечение внимания общественности к проблеме порабощенных народов, находящихся под контролем коммунистических режимов. Это старый закон, он был принят еще в 1959 году, и президент США уполномочен провозглашать эту неделю ежегодно, до тех пор, пока все эти народы не обретут свободу и независимость. Среди этих стран и территории в том документе есть, в том числе и Дель-Урал. Как вы считаете, объявление недели порабощенных народов это все еще актуальная мера или она устарела уже? Ну, я думаю, это полезно. Соединенные Штаты Америки, конечно, никак не являются примером мирного или уважительного отношения к местному населению. Это, кстати, там происходил веками, в общем-то, происходил геноцид и экономическая эксплуатация местных краснокожих. Жители, которые в конце концов научились английскому языку, Хомяков, так сказать, не знал, что это происходило в принципе и в его времена, тем более сегодня. Появились, в конце концов, появились разного рода институты. Сейчас они очень богатые и могущественные эти резервации, они по-разному называются. Ну, в общем, да, там, значит, эти краснокожие американцы контролируют большие территории, ресурсы, делают деньги, имеют разные привилегии. Которые не имеют белые американцы, ну, типа, открывать казино или что-то в этом роде. И, опять-таки, делают деньги, становятся очень богатыми и влиятельными. Но, естественно, их народы, их культуры, ну, уничтожат, до этого уничтожались столетиями. Насчет вашего вопроса про этот день порабощенных народов, так сказать, он имеет глобальное значение, так сказать, что это касается, я думаю, и Азии, и Африки, и так дальше, и Европы, и самой Америки. Так что ничего плохого я в этом не вижу, так сказать, как эти ритуальные праздники или еще какие-то, ну, действия, которые бы создавались там политиками в другое время, так сказать, в других целях, вот как они используются в нынешнее время, в нынешних целях. Все это меняется, естественно, с каждым. Поворотом истории. Ну, как бы это другое разговор. Александр, вы очень часто говорите про распад России и о том, что он неизбежит. По вашим словам, к этому может привести война, которую Москва ведет против Киева. Я внимательно посмотрела ваше интервью, и о распаде вы говорите довольно убежденно. Почему вы так уверены, что это точно случится? Я вообще-то совсем не уверен, что это неизбежно случится, или что это точно случится, или что это случится завтра. Я, в общем-то, это никогда не говорил. Но действительно, больше всего я даже думаю, что этого могло не случиться, если бы не началась эта война, которую, как мы знаем, мало кто предсказывал и предвидел. И мало кто может объяснить до сих пор. Но война началась, и она, так сказать, мы знаем, как она идет. Она идет уже, ну, 10 лет, или 2 года, но, так сказать, мало что зависит сейчас от того, что мы на эту тему думаем. 10 лет она идет или 2 года, она, так сказать, ведет к тяжелейшим последствиям для обеих стран. И, естественно, за эту войну российское государство заплатит справедливую цену. Рано или поздно. Это произойдет. То есть, ну, мы платим все, так сказать, прежде всего платят солдаты с обеих сторон. Так сказать, погибло уже около миллиона этих солдат, если считать всего, обе стороны. Ну, они заплатили своими жизнями. Кто-то платит, значит, украинский, весь украинский народ платит, там, бомбежками, снижением уровня жизни, там, отвлечением электричества и многое еще чем. В России тоже происходит снижение уровня жизни, как мы знаем. эмигранты платят, значит, с переменой или украшением своей жизни. Но все это, как бы, не так важно, я думаю, сейчас для вашего вопроса. Для нашего вопроса важна та цена, которую заплатит российское государство, как государство. Вы в одном из интервью говорили, что все, что сейчас сдерживает Россию, это деньги регионам из Москвы от продажи нефти и других ресурсов, а также силы оружия, в первую очередь ядерного. Вы говорили, что если всего этого не будет, то ничего не помешает регионам провести свои выборы. За последние годы Москва забирает у Татарстана все больше доходов. Как вы считаете, эта ситуация может разозлить местную элиту, хотя сейчас она выглядит довольно лояльной к Москве? Знаете, элиты почти что по определению это такие, значит, люди, которые умеют скрывать свои чувства. Если бы они не умели скрывать свои чувства, то они бы не добились там тех миллионов или миллиардов, которыми они располагают. Поэтому по вот их выражениям, их лояльности довольно трудно судить об их чувствах или намерениях или, так сказать, реакциях на какие-то новые события, которые произойдут. Например, на обнищение. Я практически верю, что на обнищение и российский народ, и татарский народ, и башкирский народ, и новгородский народ, и так дальше, ну, начнет, ответит протестом, тем более в условиях войны, потому что никакой другой причины для экономических трудностей не найдется. Война есть война, и она всем очевидна. Пока что этого не произошло. Именно поэтому я считаю, что, так сказать, мой прогноз не совсем прогноз. Я скорее предупреждаю о том, что вот если дело пойдет так дальше, как оно идет, да, то произойдет распад России. Если что-то изменится, так сказать, если война остановится, каким-то чудом, значит, все повернется назад. Мы, естественно, с каждым днем все меньше в это верим. Тогда, да, в Российской Федерации есть шансы. А можете ли вы себе представить, что где-то в регионе сейчас, ну, вот, например, в гипотетическом Татарстане элиты обсуждают вообще такую возможность, что можно стать независимым государством? Я не знаю этого. Меня там нету, так сказать, телепатию я тоже не обладаю. Я этого просто не знаю. Ну, наверное, обсуждают, а может, не обсуждают. Надо у них спросить. Я просто предполагаю, что есть большое количество людей, которые на вот такие вопросы про распад России, развал России, какие-то другие вещи скажут, что это просто невозможно. И мне хотелось от вас, как человека, который много говорит про то, что это возможно, услышать, вот, как вы видите это. Ну, то есть, возможно ли, что есть такие условные регионы, которые сейчас уже обсуждают это немного больше, чем могли бы обсуждать это до начала российского вторжения в Украину? А можно вас спросить, какой смысл вы вкладываете в слово обсуждать? Вот как мы с вами сейчас обсуждаем, так сказать, как будем все вне цензурных условий Российской Федерации, правда ведь? Что обсуждать, находясь в цензурных условиях? Вы можете себе представить, что такие вещи будут обсуждаться? То есть, как это можно обсуждать, находясь внутри России? Если этого нельзя обсуждать, то, естественно, люди этого не обсуждают. Ваш вопрос, в общем-то, не имеет большого смысла. Я скорее о том, что как россияне сейчас на кухне обсуждают политику, пытаясь найти доверенных лиц, с которыми можно это обсуждать, возможно, и региональные элиты могли бы это делать между собой, если они доверяют этим людям? Наверняка они это делают на кухне или в бане или в ресторане, где еще, кстати, региональные элиты обсуждают политику. Но, естественно, они стараются, чтобы там не было шучков, там паучков, и чтобы, так сказать, их региональных обсуждений не стало бы известно, например, нам с вами. Противники распада России считают, что его нельзя допустить, потому что это приведет к насилию. Как вы считаете, дезинтеграция России может быть только исключительно насильственной? Я думаю, что да, дезинтеграция, Российской Федерации будет связана с определенными конфликтами, большими, меньшими. Это будут, может быть, гражданские войны местного значения, пограничные конфликты. Границы между регионами и так называемыми республиками, типа Татарстана, Пашкортостана, они были установлены в советские времена. Как там они устанавливались, это лучше знать местным историкам. Но в каких-то случаях эти границы всех устраивают, в других случаях они никого не устраивают. Там возможен конфликт. Это будет происходить на фоне серьезного экономического спада. Будут разные таможни строятся, нарушены сообщения, торговля. Много будет разных неприятных аспектов у всех этих событий. Но я думаю, что вопрос надо ставить иначе. Надо ставить вопрос так, можем ли мы представить себе, что вот эти будущие конфликты или даже гражданские войны будут большими по масштабу, чем нынешняя война. И если поставить вопрос так, то я думаю, что да, ответ довольно однозначен, что это довольно трудно себе представить. Разве что вот эти конфликты приобретут ядерный характер ядерной войны. Что некоторые современные писатели или там фантазеры вроде меня или, скажем, в романе Глуховского «Пост». Вот там действительно изображена ситуация после ядерной гражданской войны в России. Это очень дурная ситуация. Но если нынешняя война с Украиной пока что не привела к ядерному применению ядерного оружия, то я думаю, нет основания думать, что граничные конфликты где-то, значит, за то, где именно, по какой речке или по какой горе пойдет граница, что они обязательно приведут к большему насилию, чем сейчас. Я так думаю, что ответ противоположен. Насилия будет меньше. И в этом смысле развить это будет позитивным. В начале войны те, кто выступали за сохранение федерации, говорили, что даже Запад не хочет развала России, что никто не хочет решать вопросы с десятками стран, а не с одной Москвой. Никто не знает, как вы говорите, что делать с ядерным оружием. Изменилась ли, по вашему мнению, позиция Запада по этому вопросу? Позицию Запада вы верно отразили. никто не хочет, или точнее мало кто хочет за этими высказываниями западных политиков или экспертов я внимательно слежу. Это мне интересно, профессионально. Сейчас появляется все больше таких высказываний или обсуждений, сомнений, предостережений. Я думаю, что правильно все это называть не прогнозами, а предостережениями. И этот смысл имеет и мои высказывания. Все это становится несколько больше. Люди привыкают к этой мысли. Если эта мысль раньше казалась, раньше, когда в 22-м году казалась безумной, то сейчас она кажется как бы вариантом развития. Да, неприятный вариант развития. Мы отлично помним, как западные страны никак не способствовали или даже пытались избежать распада Советского Союза в 90-м, в 91-м годах. Потому что, так сказать, никому не хочется этим заниматься. Открывать еще 14 посольств, учить еще 14 языков. Кому это надо, так сказать, гораздо проще оставить как есть и говорить привычные слова про суверенитет и территориальную целостность и прелести общего рынка на большой территории и так дальше. Ну, или если привести более глубокий пример, то, вот я сейчас с вами говорю, из Вены Австро-Венгерская империя, империя Габсбургов распалась в итоге большой империалистической войны, которая сама эта империя в большой степени начала. И вот она распалась, но этого тоже никто не хотел, никто этого не предсказывал. Американцы, значит, главные лидеры Антанте обещали, Водро Вильсона обещал сохранить Австро-Венгерскую империю в своих программных заявлениях. Но, тем не менее, она распалась, так сказать, никто этого не ожидал, а вот вдруг все это случилось. Хорошо ли это произошло, да, там потом были гражданские войны, местные насилия. И Гитлер там, кстати, в этом самом городе Вене получил образование и вырос в этой атмосфере, которую создал распад Австро-Венгрии. Но, тем не менее, никто не ожидал, но так произошло. Когда говорят о потенциальном распаде, почему-то в России принято полагать, что он начнется именно с национальных республик. Вы сейчас тоже упомянули 14 посольств, 14 языков. Иногда это звучит даже как аксиома, то есть распад только с национальных республик. Вы часто говорите о концепции внутренней колонизации применительных к России. Означает ли это, что реванш возможен не только со стороны национальных республик, но и вполне себе русских регионов? Вы сегодня упоминали Новгородскую область. Я бы, во-первых, я бы не стал... Да, я считаю, что это все возможно, да, что, скорее всего, начнется этот процесс с национальных регионов или республик на Кавказе или в европейской части, или в азиатской части. Но, так сказать, этот процесс будет иметь может получить цепной характер и как бы развиваться разными способами. Слово реванш я бы здесь не стал использовать. Реванш, вот то, что сейчас Россия делает в отношении Украины, это реванш, это реваншизм. Это, значит, повторное... Есть такой исторический термин реконкиста. Значит, повторное завоевание того, что когда-то принадлежало, потом было утрачено, и что-то империя идет обратно, не имея, в общем-то, особых целей. Не то, что интересные ресурсы, или вот эти люди, интересное население, это как бы надо забрать то, что империя считает ей как бы каким-то виртуальным способом в этом имперском воображении все равно принадлежит. Но, так сказать, это надо осуществить на деле. Вот это и есть реваншизм. Да, эти национально-освободительные движения, так сказать, история знает ну сотни, сотни, я думаю, тысячи таких примеров в разных концах света, когда разные народы выступали против эпири, которые, так сказать, вовремя не ушли в освоясь. Ну, таких и надо называть национально-освободительные движения. Они, кстати, могут быть успешными, ну, как в Индии, например, могут быть неудачными. В той же Индии, так сказать, было несколько таких восстаний кровавых, огромных, но они были такими кровавыми, огромными, потому что Британская империя как бы не сразу сообразила, что надо сделать, а надо было уходить в освоение. В заключение наш традиционный вопрос. Я попрошу вас ответить на него коротко. Что ждет Россию после Путина? Ну, я думаю, что хуже быть не может, значит, будет лучше. Я тоже, так сказать, для меня вот это аксиома. Но гипотезда такая, что вряд ли будет так же. Многие думают, что, все будет так же. Вот Северная Корея, вот это навсегда, надолго, вот отсюда и сразу появляется такое интеллигентское нытье и чувство безнадежности. Я думаю, что так же не будет, а будет лучше. Спасибо вам за хорошее предсказание и за эту беседу. Спасибо вам. Это был новый эпизод подкаста «А что после Путина» и я его ведущая Регина Хисамова, редактор «Идель Реали» Татаро-Башкирской редакции «Радио Свобода». Читайте наши материалы и расследования на сайте idelareal.org и в наших социальных сетях. И уже традиционно призываю вас послушать наш другой подкаст «Эвычо» «Как Центр Э создает экстремистов». Поделюсь небольшим спойлером. Следующий выпуск будет посвящен антироссийскому сепаратистскому движению. Если вы не слышали о таком, а я уверена, что нет, то вам определенно стоит перейти и познакомиться с подкастом. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok